Привет, меня зовут Андрей Ильенко и я помогаю бизнесменам работать с Китаем профессионально. В этом видео я хочу ответить на частый вопрос, который мне задают мои ученики и люди, с которыми я летаю в Китай. Они говорят, нужен ли китайский, Андрей, нужен ли китайский язык? Ты вот говоришь с китайцами на китайском, нужно ли знать язык, поможет ли это в ведении бизнеса с Китаем, нужно ли учить его нам? Я скажу, отчасти да, потому что знание китайского языка, общение с поставщиком на его языке, это очень вас сближает, располагает его к вам. Но, с другой стороны, я постоянно летаю в Китай и постоянно вожу бизнесменов и вижу в том числе многие успешные бизнесы с Китаем. И могу сказать так, что 95% людей, которые работают уже с Китаем, они язык не знают, бизнес они строят при этом достаточно успешно. Абсолютно. Если они делают другие важные моменты, то есть, если они выстраивают правильное отношение с поставщиками, если они стараются общаться эффективно, о чем я рассказываю более подробно на своем тренинге Bayer, то у них, как правило, все получается. Заглянем с другой стороны. Если вы захотите все-таки освоить китайский язык и общаться с вашими поставщиками на их языке, для этого вам понадобится как минимум один год просто для какого-то беглого разговорного языка. При этом вы вряд ли выучите иероглифы, не сможете писать, читать достаточно быстро. Ну, то есть, на это потребуется 2-3 года, возможно, больше, довольно интенсивного изучения языка. Потому что я многих знаю тех, кто начинал язык учить или забросил, или продолжает его учить долгие годы, но, в принципе, тоже там топчется на одном месте. Ну нахер! Отец! А где может быть полезен китайский язык? Он будет полезен непосредственно при личном контакте, допустим, с боссами, при переговорах. И, возможно, также, кстати, он будет полезен при закупках на оптовых рынках Китая, например, в Гуанчжоу или в Иу, или в Фошане, допустим, на рынке мебели. Например, для закупки на рынках вам достаточно знать всего несколько каких-то распространенных фраз. Допустим, то шао чен, допустим, дорого ли, ну сколько это стоит, какая цена, или сказать там, че ге хэн кой, это очень дорого. Или сказать там, ця ге яу пхе ни тяр, допустим, цену нужно подешевле дать. Знать там счет, знать цифры, уметь сказать оптом нужно, допустим, или там вас спросят, просто нужно, допустим, одну штуку вам или оптом. Есть люди, которые просто знают какие-то определенные фразы и могут закупать на оптовых рынках. Но это тоже, в принципе, достаточно можно быстро выучить. Ничего не понимаю. Для работы именно оптом, если вы закупаете ваш товар непосредственно у производителя, если вы летаете в Китай размещать заказы, брендируете вашу продукцию, все вопросы, как правило, можно решить на английском. Английский это международный язык бизнеса. Как правило, даже если босс, допустим, не знает английский, но знает его менеджер, с которым вы работаете, и вы можете спокойно обсудить все детали, спокойно изъясняться. Все детали в документах, в инвойсах, в контракте тоже можете прописать на английском, и этого будет достаточно. Конечно, если вы выучите парочку фраз, вы просто будете как минимум знать, как будет привет, допустим, нихао, да, по-китайски, привет, нихао. Или, например, фраза, вот они спрашивают там, how do you do, да, спрашивают в Америке, допустим, как ваши дела. А китайцы спрашивают, ничилама, то есть это ты кушал уже или нет, то есть как у тебя дела. Если ты покушал, у тебя, как правило, хорошее настроение, и ты себя чувствуешь хорошо. Вы можете выучить таких пару фраз, ничихалама или ничилама, то есть это вы кушали, как у вас дела, по сути, да. И если вы такую фразу скажете вашему поставщику, допустим, боссу, он как минимум удивится и оценит вашу любознательность, ваше внимание к китайской культуре. Но в целом английского языка, как правило, достаточно для ведения международного бизнеса, ведения международного бизнеса с Китаем в том числе. И китайцы учат английский язык намного быстрее, чем европейцы, американцы и русские учат китайский. Поэтому они нас точно в этом обгонят. Если это видео было вам полезно, друзья, ставьте лайк, подписывайтесь на мой YouTube канал, ставьте колокольчик. Вы также можете получить бесплатный вебинар о работе с Китаем. Больше полезной информации по ссылке внизу. Если у вас есть какие-то вопросы по работе с китайцами, по бизнесу с Китаем, пишите их в комментариях. Я постепенно буду записывать видео-ответы на ваши вопросы. Пока-пока, увидимся в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok